Начиная отвыкать от войны на три фронта, раньше был Арагон, Англия и Священная Римская империя. Теперь осталась только Священная Римская империя, ну и сдерживать своим флотом пролив Ла-Манши. Тогда англичан мы не пропустим на своей территории. Но вот теперь появился новый враг, очень мощный, сильный, коварный. Это султанат Аль-Махадов. Пока что это потенциальный противник, но оценить его силу и мощь все-таки стоит. Военный рейтинг, он в 2,5 раза превосходит нас по мощи, хотя часть своей мощи он за последние несколько ходов потерял. Территориальный рейтинг мы продаем, он завоевывает. Вот такая вот у нас с ним разница. Что ж, 4500 у нас есть. Покупать лучников? Нет, пожалуй, мы не будем покупать. Разрушать тоже ничего не будем. Все постройки у нас готовы. Ага, рынок. Рынка тут нет. Есть что-то интересное. Из постройчик. Тартоза. И на следующем ходу мы попробуем поторговать. Куда отведем нашего шпиона? Давайте его поставим где-то здесь. К сожалению, мы продать Тартозу прямо сейчас не можем, так как все наши дипломаты и принцессы были задействованы. Увы. Это просчет с нашей стороны. Кто ты? Элис Капитинг, дочь правителя. Может хорошо походить, но не может ни с кем договориться. Ладно, передаем ход дальше. 4703 в нашей казне остается. И будем надеяться, что наша казна немножко подрастет к следующему ходу. Ну и заодно продолжим беседу о нашем короле Людовике VII и о третьем его браке с Аделью Шампанской. Самой удачной пассией для нашего короля. Потому что она родила ему наследника Филиппа II Августа. Затем дочь, которая стала в 1180-м супругой византийского императора Алексея II Комнина. Таким образом, у Франции появились неплохие виды на отношения с Византией. Но во что это вылилось, мы, в принципе, узнаем позже и дальше. Еще очень важный момент, то что Адель Шампанская происходила из рода Каролингов. В Кастильце очень некрасивое поведение демонстрируют. Посылают своего шпиона. Разбивают армию Альмахадов. Я искренне надеюсь, что Альмахады отведут свой стек от Тартозы. Мне очень не нравится то, что их стек надвисает над нашей крепостью. Пока что нашей. У нас почему-то опять показывают минусовую казну. Почему и за что? Так вот, Шампанское происходило из рода Каролингов, престиж которых отразился на Капетинской династии. Адель. Это позволило Людовику VII снискать авторитет, которого не знали его предшественники. Окружению его сына Филиппа настойчиво подчеркивать его каролингское происхождение. Людовик VII был человеком благочестивым, мягким, образованным. Эуч. Ты что, нашего купца разорил? Гнида датская. Извините, друзья. За столь грубое выражение, но я так рассчитываю на свою торговлю, что очень расстраиваюсь, когда мне ее портят. Династия угасла. Это про Владимира Суздальское княжество. Греческая принцесса. В лето господне 1174-го. Гульельма. Тирский автор, хроник, история заморских походов, повествующих о первых крестовых походах, назначенный епископом Тира. Совет знати без изменений, авторитет великолепный... Ой-ой-ой-ой-ой. Союзник вступил в войну. Престол Святого Петра и Пизанская Республика. Нужно выбирать. Ну, конечно же, я выберу Престол Святого Петра. Я не знаю, кто здесь агрессор, а кто жертва, но, скорее всего, Пизанская Республика нападает на Марсель или... или агрессор таки, Престол Святого Петра. Ладно, принимаем. Пизанская Республика и Королевство Франции расторгли союз. Не впервой. Владимир Суздальское княжество воюет с Новгородским. Хорошо. Новгород — это союзники Священной Римской империи, были, по-моему. Так, с Римской империей порвали отношения. А вот союз Англии и Королевство Польши — это очень неприятная вещь, хотя Польше нужны союзники. Правда, чем ей Англия поможет? В Нанте строительство завершено. Чего-чего у нас? Что, принцесса появилась? А нет, у нас появился новый военачальник. И 6 тысяч. Альмахады перенимают у нас титул просвещеннейшей державы. Шотландия, как всегда, самая богатая. покупать наотрез что-нибудь отказываются. Да, нашего купца разорили. Вот так вот. Ну что ж, давайте выведем, наверное, наши войска отсюда и попробуем Тартозу продать. Сначала недалеко, чтобы иметь возможность вернуться. Ну и для начала давайте разрушим Тартозе все постройки. надо было предупредить, чтобы вы берегли свои ушки. 18 тысяч 6 на 18 тысяч скакнули. А давайте посмотрим, сколько мы сможем выгадать, поторговав с престолом Святого Петра, с которым я срастаюсь все плотнее и плотнее. Ради них жертвую своими союзами. Сдать область. Тартозу у нас последняя в списке, потому что самая недавне завоеванная, недавно завоеванная. И теперь выплата. Сколько мы потребуем? Допустим, давайте для начала предложим 10 тысяч. Не хотят 10 тысяч. Так. А если 8 тысяч или 9 тысяч? А, на 9 тысяч согласились. Замечательно. Итого мы выгадали с 6 на 27 21 тысячу. 21 с половиной тысячу выгадали захватом этого замка. Я думаю, оно того стоило. теперь Тартоза принадлежит со своим гарнизоном папскому престолу. Престолу Святого Петра. Ну, а мы можем нашей армии, в которой, кстати, есть и катапульты, границы с альмахадами мы закрыли, можем отойти к Барселоне, разделить сначала наши войска, часть из которых пойдет к Сарагосе. Тут у нас аж два руководителя. Снизим налоги. Шпиончика сюда бы надо отправить, но очень интересно понаблюдать за тем, что же с Тартозой будет и с альмахадами. давайте направим, попробуем побороться с местными неприятностями. Так, а куда наших кораблей нам нужно здесь создавать? Катапульты отведем в Барселону так провести ротацию этих еще дальше отведем на переобучение. Ну же. Только так, значит. Остатки войск Сарагосу тогда отправим. И тут даже, наверное, два отряда кавалерии. На всякий случай, потому что все-таки тут вроде стэк одной кавалерии, но они мне очень мешают. Ох, гад. Так, хочется отомстить. А давайте сохранимся и попробуем отомстить этому гаденышу. Не получилось. Сейчас еще одну попытку предприму, но этот датский торговец меня просто вымораживает. Итак, Людовик Седьмой был человеком благочестивым, мягким, образованным, добрых нравов, сочувствующим и терпимым к евреям. Редкое явление в его время. Пользовался симпатиями интеллектуалов. Большую часть времени король проводил в Париже. Две попытки. Замечательно. Еще золото берем. И самое главное, он не будет будоражить местную общественность и мешать нам. Жил просто, без охраны, ходил по городу, был щепетилен в вопросах правосудия. Капеллан английского короля Генриха Второго Плантагенета Вальтер Мап рассказывал, что по недосмотру в сооружении королевской резиденции Фонтенбло включили поле одного бедняка. Узнав, что произошло, король велел разрушить часть сооружения несправедливо воздвигнутую на чужой земле и возвратить бедняку захваченное. Вот такие вот оды поются Людовику Седьмой. Как оно было, конечно, на самом деле, нет причин не доверять капеллану английского короля Генриха Второго, но, 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 Ну что ж, ясное дело, кого мы будем посылать в Барселону. Пошлем генерала поимените и со звездами переобучения или, может быть, объединения. Выберем, наверное, объединение. Выгодно сторговались. Войска оставили. Здесь все плохо. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Такое очень. а сколько ты зарабатываешь 281 а ты 350 нет 626 А что же ценнее интересно? Здесь бы зарабатывал 491. Нет, он стоит там, где нужно. Значит, нашего торговца отправим дальше к золоту. Ого, вы посмотрите, какие армии сюда султанат ведет. Если Кастиль опадет, у нас будут большие проблемы. Так что наша задача помирить их с Португалией и пусть борются против султаната. Флот мы остановили, но понятно, что не сможем победить, наверное, в этом сражении в морском, так как у них аж 4 звезды, поэтому продолжаем охранять. Так вот, с этой стороны поставим, будем охранять наш флот, чтобы не потерять прибыль. Наши послы в далеких землях. Попробуем сократить дорогу и будем направляться в сторону Грузии. Попробуем здесь кого-то найти, с кем можно было бы переговорить. Еще одна наша принцесса. Переговорим. с датским королем. Сведения о карте выплата. Соглашаются. И начинаем наш мелкий, но очень выгодный заработок. Напасть на державу. за скромную выплату мы готовы будем перейти не хотят. Не хотят как хотят. тут у меня целая шайка торговцев. А торговцы могут показать нам где находится армия Священной Римской Империи. Достаточно большие армии. Им совсем немного нужно времени чтобы подойти к Реймсу. Хотя здесь я готов встретить наш король. Они решили подкопить немножко войск и не обрушиваться не сливать своей армии зря. 4 здесь 6 здесь вообще практически бог торговли. Может есть какие-то ресурсы которые я упускаю из виду. Нет этот не дотянется. Если сгонять его с места то сгонять ради чего-то более ценного. ничего более ценного я не вижу. Ладно пусть тогда топчет землю. Вот вот где понадобятся нам убийцы. Они таки ведут серьезные армии в нашем направлении. Три отряда кавалерии готовы прийти на объединение. Да легко не будет. ясно видим что они готовятся к очередной атаке. Что ж давайте посмотрим наши постройки по моему где-то в одном городке у нас сооружено в нанте все. И сможем продолжить здесь строить скотобойня. 4 хода вырубка леса. 2 2 хода мол 248 но 2 хода быстро 6 ходов 4 4 4 4 306 306 урожай обычный а будет 408 ладно таки везде вот это вот дело будем строить вырубку леса и если что деньги на войну у нас есть дипломатия нам принесла 9000 конечно к следующему ходу нас лишат определенной суммы но самое главное что с повстанцами мы разобрались еще у нас есть здесь один купец дружище иди сюда а мы наймем еще одного максимальная численность войск и чувствуется недостаток убийц надо бы нанимать что одного убийцы нам очень не хватает чтобы закрыть им все дыры и выполнить все задания но наверное важнее будет тактично тактически действовать против текущего врага чем рассчитывать на будущего давайте убийцу наймем в Париже дорогой конечно парень но если он будет так же успешно действовать как наш предыдущий убийца будет стоить каждой монетки которую мы на него потратим римская принцесса и с кем еще проведем диалоги очень щедрое предложение ну я могу помирить вас за 10 тысяч с папой тогда за 4 тысячи невыгодное предложение за две тысячи так вернули мы себе еще две тысячи нужно продать им право прохода или сведения о карте может они нам что-то готовы будут предложить но две тысячи мы с них заработали самое главное помирили их с престолом пизанцы не хотят воевать и мы на этом можем зарабатывать кто еще воюет с папой королевство апулии сицилии может отправиться сделать им предложение ну правда принцесса у нас тут может это сделать вполне с этим все не имется с нами воевать согласились а на это не согласны ну и йорк таки захватили англичане и наверное продолжают идти вглубь шотландских территорий отсутствие интереса как хотите а идут ли они вглубь шотландских территорий мы можем это проверить хотя шотландцы тут возле Эдинбурга собрали немалую армию и готовятся к обороне ладно наша хитрость тоже действует сколько один значит отвели войска в каком-то направлении а здесь сколько тоже один тоже неужели отвели но будем следить мы за вами следим на переобучение отправлять пока никого не надо разве что хотя такая ситуация нам этой армии хватит чтобы сдержать натиск правда тут четыре отряда лучников хотелось бы добавить сюда наверное все-таки арбалетчиков хотя бы один отряд в реймсе армия достаточная чтобы прийти на помощь дижону 17900 нам нужно терять нашу армию чтобы ее затем иметь возможность обновлять пока ничего не буду делать буду верить в свою неуязвимость и непобедимость 39 ход продолжаем дальше с флотом мы справились отвели всех на безопасную дистанцию у купцов тоже вроде всех повели лазучик пусть сидит а если возьмем с катапультой туда же не дойдем то есть катапульту нужно отправлять первый ну давайте попробуем за сколько ходов два хода еще хорошо и наверное будем готовить тут небольшую армию но уже со следующего хода передаем ход дальше так мы не походили нашей принцессы в районе португалии хорошо что султанат аль-махадов воюет по крайней мере на два фронта против Кастилии и Португалии Сицилии они вроде бы заключили перемирие ну какие наглые этих отводят этих уводят тоже дальше Людовик в 1153 Этиена де Сансера в 1157 Невелона де Пьерфона и Дре де Муши в 1160 в результате которых Иль де Франс был подчинен королю потомки владельцев замков против которых так долго сражались капитинги перешли к ним на службу ну прямо описывает старт нашей французской кампании когда мы воюем с непокорными вассалами только конечно мы позволили себе более отдаленные походы и захват более отдаленных земель показал себя преданным слугой церкви привлек и устроил во Франции папу Александра Третьего изгнанного из Италии Фридрихом Барбароссой правителем Священной Римской Империи Португалия тоже стягивает силы молодец шотландцам наверняка Норвегия не дает покоя поэтому они вынуждены бороться на два фронта против Англии и Норвегии и в результате весьма ослаблены более не беспокоен судьбой это держава она отлучена от церкви ой замечательно и это вы называете достойным женихом ему 40 лет и он жесток как не знаю кто Пизанская Республика против престола Святого Петра теперь они агрессор отклонить конечно опять расторгли союз от церкви отлучена Священная Римская Империя Султанат Аль-Махадов начал войну с престолом Святого Петра Дания со Священной Римской Империей заключают союз плохо Вырубка Вырубка леса Плюс один Мы Просвещеннейшая держава Лазутчика в Сарагосе обнаружили и по идее порядок должен быть крайне хорошим Молодцы правильно сделали что отправили сюда своего лазутчика который помог нам обнаружить тварь предательскую Так на переобучение кавалерию соответственно в ожидании того что скоро будет жарко отправим Нет 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 тут объединение пожалуй только поможет 92 только потом переобучение 30 тысяч заплатили мы что-то нет дипломатия дань по нулям Ой как хорошо как вы отдельно ведете но тут собирают полный стек и полный стек практически подошел ой ой и тут еще идет армия а ведь никто не говорил что будет легко так и есть что ж попробуем с пизанцами договориться о перемирии опять за выплаты за 4000 опять за 2000 хорошо или за 3000 но вы понимаете что каждая тысяча это ну 2000 и опять мы мирим их уже 4000 таким образом себе зарабатываем 500 нет щедрое предложение а сколько же вы готовы заплатить ну тогда 700 еще денег срубили с них денег много не бывает вы понимаете что я сейчас буду этим ребятам продавать не хотят хорошо опять замерили их не даем воевать как там папа к нам относится к таким нашим поползновением стоило бы предложить крестовый поход против альмахадов раз они нам так не нравятся только не хочется тратить все свои 30 тысяч на это дело вроде говорят столько будет стоить данное предложение куда ты прешь сюда он прет альмахадов не не выпускают нас из своих цепких лап но мы продолжаем отступать и при этом охранять наш торговый флот вот это вот момент когда мы видим силы священной римской империи которые идут в нашем направлении это момент как раз начать переживать священная римская империя укрепляет себя союзами новгород шотландия дания только с польшей воюют если бы с англичанами мы заключили перемирие может быть тогда англичане согласились бы на новую мишень обратить свое внимание 56 сколько мы получаем 6800 и мы видим что очень много армий священной римской империи одержит своих городах то есть резервы у них есть военная мощь у них есть и воевать с нами для них совершенно не проблема так туркам мы подошли и где наша цель венгерский дипломат египетский дипломат хотим ли мы союза с венгрией англии здесь он гад сидит король ну что ж давайте сохранимся дурачелло как ты так себя подставил нет с таким результатом я не согласен я хочу убить своего противника у короля был только один сын и церковные иерархи много лет упрашивали Людовика седьмого чтобы он как можно быстрее приобщил наследника к трону в 1179 году Людовик объявил о миропомазании Филиппа которое должно было состояться 15 августа но наследник заблудился на охоте в Компиенском лесу его нашли лишь на третий день едва живым опять такая же ситуация но на этот раз убийца провалил задание хорошо будем пробовать в следующий раз еще встречать врага в поле но нужно видеть кто он и подсветить в общем вы понимаете что нам предстоит много интересных битв скорее всего проведем их уже в следующем видео а пока что давайте посмотрим где еще какие постройки мы можем сообразить в Тулузе вроде как идем по линейке развития экономики 200 торговля 300 налоги 400 сельское хозяйство 6 6 за 7600 плац 8 ходов аж строить 4 4 83% вече стада смоляная печь 2 хода это быстрая постройка ладно пусть будет она денежка то у нас имеется что по-моему можем еще принцессы да можем переговорить но вряд ли они захотят перемирия они настроены против нас ну крайне агрессивно вообще не сговорчив ни в какую венецианцы может с венецией поговорить или делать предпринимать попытки да на нет и сюда нет ух ты а мы можем сейчас сицилией переговорить щедрое предложение тоже нравится эта идея ну что ж давайте продадим им это щедрое предложение ровно за столь нет не хотят что ж такое за 700 монет теперь вообще не хотят разговаривать то шотландии то англии ого 610 золотых монет джек пот конечно соглашаюсь дайте нам 1440 нет может еще раз попробовать их развести на такое предложение ладно как есть давайте проследим а вдруг нет не получилось англия таки идет вперед и будет нападать чья принцесса но нас туда не пускают еще тогда договоримся и эти готовы дать 3254 монеты что ж вас всех пробило на щедрость ладно раз они такие щедрые это значит что мы можем поработать с нашими войсками нанять к примеру стрелков хотя их содержание достаточно дорого будет обходиться но во всяком случае сержантов кольчугах да и пару отрядов стрелков дальний бой 649 225 150 вроде как гасконские арбалетчики повыгоднее будут но у стрелков дистанция стрельбы вроде как лучше то есть стреляют они дальше париж и в париже есть новый убийца сохраняемся попробуем обезглавить вражескую армию гибель убийцы давайте вторую попытку дадим так вот наследника на третий день нашли едва живым в лесу чтобы молить о даровании наследнику здоровья король направился в Англию гробнице Фомы Беккета по возвращении во Францию Людовик был разбит параличом и уже не участвовал в управлении государством передав власть Филиппу второму коронованному в Реймсе 1 ноября 1179 года но это очень беглая информация на самом деле о Людовике седьмом и более подробно мы о нем поговорим попытаемся поговорить из других источников успех убийцы замечательно так с этой армией теперь будет куда легче справиться наш убийца сможет продолжить свой путь есть еще одна цель и даже еще одна цель наверное отойдем к Брюге нам куда важнее уничтожить вот это вот вредного парня найм здесь готов а здесь не хочется оруженосцев феодалов нанимать потому что в конце концов нам будут доступны к найму Анжу рыцари феодалы но видимо так два три четыре пять отрядов кавалерии здесь армия готова нет таки надо будет кого-то нанять может рыцари феодалов чтобы разбить армию врага 375 не так уж это и много а копейщиков всех заменить на сержантов кольчугах один отряд рыцарей феодалов деньги то у нас есть что ж друзья вот такие вот переговоры и манипуляции на 40 ходу мы провели и теперь нам остается только оценить наши шансы сравнительно с шансами наших основных противников давайте посмотрим еще как дела обстоят у Англии по общему рейтингу по военному рейтингу то у нас Англия так близко да альмахады пошли вниз а вот священная римская империя восстанавливает свое могущество по производству тоже пошли вниз территориальный рейтинг ну мы стараемся держаться того что есть финансовый рейтинг мы пошли вверх как там покупательская способность у престола святого петра немножко подупало правда вот у шотландцев явно повысило и да кстати порт а почему только порт торговая пристань торговая флотилия один а барселона торговая пристани давайте наймем здесь еще одного священника и шпиона уж больно интересно следить что же здесь с аль-Махадами происходить будет и на этом я данное видео буду заканчивать и о короле Людовике седьмом а точнее дополнительную информацию о нем и сведения о его крестовом походе я об этом вам почитаю в следующей серии если у вас есть комментарии поправки или какие-то интересные мысли тактики оставляйте их с удовольствием буду их применять удачи вам друзья играйте в свое удовольствие